В эфире Самарский телевизионный вестник, в студии Дарья Добровойская. Здравствуйте! В Самарской области планируют создать Министерство науки и высшего образования. Об этом в своем телеграм-канале рассказал в Рио губернатора Вячеслав Федорищев. Он отметил, это будет прямой контрагент Федерального министерства. Это ведомство объединит в себе управляющую и координирующую функцию для взаимодействия с федеральными университетами. Новое министерство будет координировать развитие вузов и научной среды. Кроме того, сферу науки и высшего образования ждут и другие преобразования. Так в регионе появится программа «Доктор наук». Она объединит все меры поддержки ученых от старших классов школы и далее на всем жизненном пути. Главная цель программы в течение ближайших лет – создать такую систему мотиваций и возможностей, чтобы школьники стремились реализоваться в науке и добивались успеха. Новый мост через Волгу в районе села Климовка успешно прошел испытания. Конструкция выдержала серьезную нагрузку – 840 тонн. Это 24 самосвала. Все грузовики останавливались в пролетах, а инженеры замеряли показатели прогиба. Всего было проведено 66 остановок самосвалов на разных участках моста. По строительным нормам испытательная нагрузка должна составлять от 60% до 90% от нормативной. По результатам предварительной проверки замечание не выявлено. Жители сразу нескольких домов по улице Воронежской бьют тревогу. Вот уже второй месяц под их окнами прямо по узкой пешеходной дорожке ездит крупногабаритная техника. Рабочие занимаются благоустройством территории недалеко от церкви, но при этом страдают жители близлежащих домов. Об очередной коммунальной беде из жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Одну территорию благоустраивают, а другую попутно разрушают. С горечи рассказывают жители дома номер 137 по улице Воронежской. Говорят, эта строительная техника работает здесь уже второй месяц. Ездит по узкому тротуару, от которого уже ничего не осталось, сетуют жильцы. Машины начинают работать. Проезжают в арку с жилого дома, с полвосьмого. Большие машины, груженные щебенкой, с землей. Не помещаются в нашу пешеходную тропинку. Они ее расширили. Значит, у нас проходит газовая труба. Мы боимся, потому что приходит большой трактор с ковшом. Он еле-еле проходит под газовой трубой. Это очень страшно. Во-вторых, все жители нашего дома обеспокоены вот этой грязью, пылью, потому что машины не могут здесь развернуться из-за того, что они очень массивные. И весь выхлопные газы все идут в квартиру. Этот тротуар ведет в парк Воронежские озера. Жители поясняют, эта дорожка всегда была исключительно пешеходной. Теперь же здесь оживленное движение из-за строительной техники. При этом, по словам жителей, рабочие должны заезжать на ремонтированный участок по другой дороге. Вот они разбомбили нам, допустим, эту арку. У нас здесь был откос, сделанный под воду, чтобы вода не шла в арку. Вот все разбили, всю дорогу. Мы просто хотим, чтобы нам восстановили эту дорожку. Она пешеходная, она для детей, для колясочек. Она была узенькая, маленькая. А никто нам восстановились просто не хочет. Никто не реагировал, кроме 112. Приехали, по-моему, из инспекции, и они стали ездить вокруг. Вот там по парку, значит, вокруг объезжать. Но это был только один день. На следующий день вот прошел дождик, ливень. У нас тут, конечно, ямы, бугры, все, в общем, разбомбили. Единственное, что мы просим, чтобы нам восстановили эту дорожку и все. Люди всерьез обеспокоены ситуацией и просят ответственные службы обратить на них внимание и помочь решить проблему. Екатерина Алексеева, Дмитрий Павлов, Дмитрий Лукин, СТВ. В Самаре сразу два человека погибли, переходя железнодорожные пути. Все случилось днем 16 июня в Советском районе. По предварительным данным, мужчину и женщину сбил электропоезд. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, погибшие могли переходить пути по оборудованному пешеходному переходу. И их смертельно травмировал поезд. Выясняются обстоятельства и причины происшествия. После проведенных необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение. А в Кенельском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали трое детей и один взрослый. По предварительным данным, авария случилась на втором километре автодороги Кенель-Богатая-Борская. Столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Лада Гранта. Пострадали три несовершеннолетних пассажира автомобиля ВАЗ-2107 и водитель Гранты. На месте работали медики и пожарные. Выясняются все обстоятельства происшествия. За выходные в регионе задержали 79 пьяных водителей. Об этом сообщили в областной госавтоинспекции. Напомню, с 14 по 16 июня на дорогах Самарской области прошли целенаправленные рейды. За три дня полицейские выявили более 1200 различных нарушений. Из них 192 человека ехали непристегнутыми ряднями безопасности, а 38 автолюбителей пренебрегли правилами перевозки детей. За тонировку к ответственности привлекли 182 водителя. Зафиксировано 39 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили правила 35 раз. Самарская область на два дня станет частью Всероссийского молебна о победе. В Самару прибудет Казанская икона Божьей Матери. Эта икона считается одной из самых почитаемых у православных верующих. Она покровительствует сражающимся воинам. К ней обращаются с самыми разными просьбами. В том числе просят о благополучии детей, исцелении болезней, семейном счастье. Сотни тысяч верующих смогут помолиться при Святой Богородице о сражающихся бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой. Этот священный образ планируют привезти 25 июня в Софийский храм, который находится на набережной Волги в районе Ладии. Реликвия проводят в нашем городе два дня. Стоит отметить, в этом году по благословению предстоятеля Русской Православной Церкви икона XVI века посетит десятки городов России в рамках общероссийского крестного хода, который начался в Москве 6 мая. Завершится крестный ход 26 августа в Калининграде. Минувшие выходные в регионе выпало рекордное количество осадков. При этом был зафиксирован и температурный максимум. Об этом рассказали специалисты при Волжской ГМС. Так жарче всего было в воскресенье в поселке Авангард. Там столбик термометра достиг отметки 38 градусов. При этом прежняя максимальная температура поднималась в 2009 году до значения 37,6 градуса. А суточный максимум количества осадков был перекрыт в Безенчуке. За прошедшие 24 часа там выпало свыше 20,5 мм осадков. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2012 году. Тогда выпало 13,5 мм. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность лесов 4 класса. С 17 по 24 июня вводится запрет на посещение лесов. Это необходимо, чтобы избежать возгораний. Так, во вторник, 18 июня в Самарской области днем воздух прогреется до 35 градусов. Будет переменная облачность. Возможно, кратковременный дождь. Местами гроза и град. Ветер юго-восточный 5-10 м в секунду. При грозе порывы от 15 до 20 м в секунду. Это были все новости на сегодня. Далее интересные программы. Можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте игослимаски.ру. Смотрите наши новости в телеграм-канале. Вы видите на экране QR-код. Сканируйте его с помощью камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok